Типичный случай опухоли яичка. Я думаю, что это короткое видео в большей степени заинтересует молодых докторов, которые только недавно начали осваивать ультразвук, нежели наших коллег с опытом. Я решил поделиться этим наблюдением по двум причинам. Во-первых, это действительно классическая картина опухоли яичка, прямо как в учебнике. А во-вторых, известно, что рак яичка встречается очень редко. И даже выполняя УЗИ в ежедневном режиме, врач может встретить одного или двух таких пациентов за год, а то и вовсе не одного. Что нетипично в этом случае, так это возраст пациента. Мы привыкли считать, что рак простаты встречается у молодых мужчин 20-30 лет. Этому пациенту 50. И обратился он к нам в клинику в связи с нарушенным мочеиспусканием. А опухоль яичка оказалась случайной находкой. Вы видите, что она невелика по размеру, чуть больше 1 см. Естественно, что она не пальпируется и она не вызывает никаких жалоб. В режиме ЦДК мы с вами видим, что кровоток в этом образовании усилен по сравнению с остальной паренхемой, что характерно как раз для опухоля. В итоге наш пациент был прооперирован. Такие небольшие размеры образования позволили выполнить резекцию опухоли и сохранить яичко. Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Во-первых, ультразвук это однозначно лучший способ диагностики заболеваний органов мошонки. Высокочастотный датчик, который мы при этом используем, обеспечивает прекрасную детализацию. При КТ или МРТ такого качества изображения мы, естественно, не получим. Во-вторых, в обязательном порядке нужно использовать доплер. На моем канале есть видео, где я рассказываю, как ошибочно был поставлен диагноз опухоль яичка у пациента с перекрутом яичка. И это произошло только потому, что наш коллега не использовал доплер, а ограничился только бы режимом. И третье, и последнее, и самое главное, что я хочу сказать, а что УЗИ мошонки не требует много времени. Это очень короткое исследование. Чтобы с помощью УЗИ исключить опухоль яичка, требуется буквально 5-7 секунд. Поэтому, если я делаю УЗИ почек или простаты своим пациентам, то я в обязательном порядке смотрю и органы мошонки. И советую вам, дорогие коллеги, поступать так же. Продолжение следует...